выезжаю с базы загрузился вот такие домики стоят прям на берегу лимана рыбалка была вообще бомбяу кому интересно друзья смотрите видео до конца а я погнал домой еще полтора часа пилить выдвинулся мужики на рыбалку дорога свободная можно сказать еще 70 километров ехать а всего 110 до места за бортом плюс 7 на день обещают где-то плюс 17 взял спиннинги железяки попперы чопперы я не знаю там кучу названий там у них удочки черви опарыши в общем денек будем ловить на большой воде но очень захотелось отдохнуть базами еду один одному некогда другой не хочет третьего еще какие-то дела усидите дома вот как-то так проехал каневскую железнодорожный переезд и двигаемся вот в сторону привольно еще 19 километров вправо должна быть дорога орунтовая на базы там три базы по моему ли 4 вот на одну из них я сейчас еду там брошу машин вот такой погрузчик встретился на пути мчится куда-то мчится стрела телескоп ловшик такой сиротский я бы сказал станица привольная мужики езжаем местные все знают где это находится конюрской район сейчас будет поворот на приморско-ахтарск на принковскую те кто на каналы ездят на тарань прекрасно знают эту дорогу а нам чуть дальше вот он поворот будем так говорить бринковская добровольный приморско-ахтарск а мы едем в сторону труда в труде тоже каналы тоже там бывал не раз на тарань а сейчас не знаю там на рай воды нету в труде я имею ввиду проехал друзья станицу и вот это вот скорее всего здесь вот указатель да база охотника на столбе вот спереди вот сюда надо повернуть рай рыбака и так далее там подобное тут не ошибюсь и вот теперь по грунтовочке до самой крайней базы вот как то так проезжаю базу юность ну зашибиться трудно за базой юностью еще одна база рай рыбака вот пожалуйста можно здесь заехать но я еду дальше вот лимонград надеюсь не выгонят ветерок присутствует погода солнечная просто офигенский просто офигенский даже он знак стоит дорожный сейчас не знаю куда нибудь он рыбачок один вижу куда нибудь вот сюда налево ну мы везде сейчас поездим везде сейчас поездим покатаем вот там меляки вот там вроде бы на карте темные пятна глубина сам еще не знаю какая за 10 лет забыл но тем не менее волна есть солнце есть ветерок ну одежда есть жилет кстати мне дали на базе вот заплатил 700 рублей 300 рублей с человека точнее 400 рублей с человека 300 рублей машина прицеп машина 150 прицеп 150 поставить на день все бак полный погнали покатался чуть-чуть там постоял там постоял заехал сюда в сагычку короче воды в лимане нет вон они все меляки да я даже туда не могу переехать этот вкус надо объезжать чтобы туда добраться болото вода ушла по камышам видно где-то примерно метр не хватает воды по линии если смотреть на камыши где-то метр вода ушла вот это вообще винтом врюхался в муляку не знаю сейчас буду искать местечко интересное какое-нибудь может быть вон туда сгоняю посмотрим туда лодка пошла сейчас может он знает бабушкин секреты где рыба клюет так ну в принципе канал позволяет пройти где-то сантиметров семьдесят восемьдесят примерно навскидку вот там на входе только мелячок зашел на веслах моторчик приподнял чуть-чуть весла цеплялись сантиметров тридцать может быть вот возможно на мыло а так вот линия да сколько воды ушло здесь вот бережок сидят рыбаки сидели возможно вытоптаны можно даже попробовать половить здесь тарань или что-нибудь на поплавок где-нибудь встать и попробовать сейчас там посмотрю табличка какая-то что на ней написано интересно просто ни разу здесь не был дно такая муляка с ракушкой вот друзья охотничье хозяйство охотничьи угодья охота без путевок запрещена и сетки привязаны к столбам что там что там да воды нет поехали обратно вон трое на 9,9 оттуда пронеслись да не проход есть но видать тоже рыбы нет раз оттуда едут как-то так но все равно сейчас туда сгоняю а не так тихим ходом вот вот такие дела нифига тут не вводится длинный канал капец сильно не развонишься мелко вин цепляется за дно о тараночка выскакивает или карасик что-то выскакивает утка пожалуйста под ранок кстати а только что тут глупила как она надо бедолага занырнула забрать ее что ли ну а что нет был на рыбалке а вернулся с дичью вон черепаха терепаха скалолаз вот такие дела все дело близится к финалу ну мелко очень мелко а там еще рыбачки сидят не знаю как-то на берегу как они туда забрались вообще вот два паренька сейчас посмотрим что здесь может здесь тоже воды нет а может и есть но стреляют тут знатно я вам скажу не знаю что за сезон я не охотник но что-то стреляют вон рыбка плещется короче словил где-то кусок сетки сижу достаю вон еще две лодки оттуда пошли сказали мужики нечего там делать все поэтому тоже сейчас на разворот наверное вообще конкретный миляк ну вот как-то так так короче достаю сетку и погнали от них с руки у них конечно моторы подурнее чем мой вот такие дела шлейф болота так это винт поднят еще для миляка мутная вся вода сейчас вот здесь в канале попробую на глисс выйти тут чуть поглубже сантиметров 30 нежели вот тут ну лодки пошли на глиссере отсюда вообще капец все сейчас опускаю все черно чернота пропала и пошел на выход так все хороший канал но длинный и мелкий но а ты нет метра не хватает нечего там делать три лодки откуда ушло я 4 по крайней мере кого видел вот на выходе миляк конкретный не буду торопиться он черепах длиннючий и мелкий рыбы в нем тоже нет вышел с канала и сейчас куда-нибудь не знаю что там делать хоть придумаю посмотрю ни разу там не был не знаю сколько я уже времени гребу тут волна поднимается это хреново вон интересные кусты так посерединочке будем так говорить о лиманах сейчас вот этот бережок можно попробовать обкидать сейчас сюда наверное пускай по волне пойду там еще какие-то кусты интересные но я не знаю глубины сейчас на померить так куда возвращаться я так не знаю навигации здесь не работает а ушилки глушат приморско-ахтарский вот здесь буду пробовать и в общем только поставил железо смотрите какой кушарик офигенский ну таких бы пару десятков я был был счастлив и доволен вот медь медяшечка такая как он там называется мэпс тройка китайский мадеин конечно франце но китайский не знаю можно попробовать еще золото и буквально раз забросил что-то показалось думал зацепился нет пришло вот тут же что-то под бережок кидаю и акушарик хороший но есть такие может есть и крупнее а может есть и щучка в общем в общем первая рябина за весь день ну как весь день я не знаю даже сколько время сейчас и не смотрел на часы вот такой звереныш волна поднялась просто капец вообще не вариант гнать на лисе так подкидывает ой 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 сейчас надо до вот той косы добраться а там уже там и базы подкидывает благолодка хоть этот сороковые баллоны с волнообойниками вспомнила 315 вы вдвоем еще на ней нас отнесло туда но это было 10 лет назад и потом оттуда вообще меляк конкретно на весах до базы добирались часа наверно три или четыре гребли на ветер жескач просто жескач ладно сейчас туда на косу надеюсь не ошибаюсь навигация не работает а там посмотрим там рыбачки он сидят ванна короче добираюсь все заехал за косу сюда не знаю что за глубина капец там волнище и ветрище здесь затяжек два рыбака сидят просто на удочке даже не на спин там рыбачок вот здесь спокойно вот это мне позвоночник вставила на место весь мокрый как даст как даст вот это подкидывает а в той стороне сладкий лиман там за камышами вот приехал отсюда не видать откуда не дети кусты где-то там я их не вижу вот такие дела сейчас попробую здесь покидать посмотрю что они там ловят может и я буду ловить будут уже выход на базу канал где только не был чё только не кидал тут там ящик один здесь двусторонний чемодан набитый всякими причандалами что плюхнулась один окунь и все и все застал затяжок так блин как метал уже ветер задолбал ну там еще за косой за вот этой как-то позатишнее сюда на волну ну капец просто там вообще капец а туда людям сейчас поехали вообще на весла и без мотора на лодке не на резинке вообще же скачь когда не будут возвращаться сейчас время 2 часа дня не знаю еще пару часиков на посижу сейчас туда до тех кустов сбега может быть еще здесь покручусь уже далеко никуда не буду гонять да на выезд если ничего не поймаю окунь отпущу на кукане сидит поеду домой ну без рыбы зато кислороду адреналину получил нормалек так позвоночник на место поставил как-то так колбасы похавал на свежем воздухе у нас дома не такое как-то так ладно поеду туда там вот это рогоз не знаю может удочку закину то пробовал я здесь и на удочку и на спиннинг понятное дело нифига рыбы нет ее выцедили сетками тут долбят каждую ночь на без выходных там одну вообще зацепил шоу вообще на глиссере и натянутый шнур не знаю там шнур или трос но его не порвал не мотор подкинула просто и он зафиксировался в верхнем положении нас на всю у меня тоже труханула как бы в лодке на удар такой вот выцедили делать тут нечего вот слова совсем вот тут мужики покатали покатали и походу их уже нету они уже на ру ехали лодок 10 я насчитал по крайней мере что я видел может их было больше понятное дело спиннингистов а местные днем не ловят опа что это за рябина была похоже на карася за мухой или подлещик вот как то так это по ветру еще и не он корешок вытянул выкинул глубины сантиметров 30 40 максимум по всему лиман нет ничего тут те кто не поехал со мной вообще ничего не потеряли и даже не прогадали все друзья кушка сейчас отпускаю он один единственный сидел на куканчике надеюсь надеюсь же живой живёхоник ухты хвостом махнул и чуханул все ничего тут делать воды нет сантиметров вот здесь по 30 не удочку не было меня здесь лет десять вот еще столько же наверное и не появлюсь рыбы в горьком лимане и воды нет так что будем искать другие места все друзья поехал я на базу загружаться время три часа дня вот и пилить еще полтора часа домой и грузиться еще с полчаса день вот такие дела нищие капец а мне сейчас вот так все друзья скоро увидимся может даже развернулся мужики ехал сейчас по трассе не вижу что-то блестит проехал еще раз лежит какой-то ключ рожковый блестящим почему бы не забрать сейчас вот буквально на этом приборочке сейчас заберу покажу а вот так четко блестит солнце как раз сзади вот это в этом районе вот в этом районе где-то лежит ключ вот такая вот он блестящий поддержку сейчас заберу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ключик на 13. Ну, конечно, его по асфальту уже прокатили. Но, тем не менее... Зоркий глаз. Как-то так. Ладно. Поехал пока сзади никого. В мастерской пригодится все. Как-то так.